Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю Господу! Добрый вечер всем, братья и сестры! Благословение Господне всех вам! Вот и из Псалма 61-го, 2-й, 3-й стихи читаю сейчас, только в Боге успокаиваться душа моя, аллилуйя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более, аллилуйя. Да, Иван, пишет Кузнецов, да, аллилуйя, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, Тамара тоже, да, добрый вечер, вечер добрый всем, слава Богу, вам и вашим родным, ближним, вашим домам, мир, шалом Божий, аллилуйя. Сегодня, друзья, сегодняшний вечер, имею возможность снова выходить в эфир, очень благодарен Богу за эту возможность, за эту честь, вот, и для меня действительно это великая честь, вот, проставлять Бога вместе с вами, молиться с вами за вас, слава Богу, благоставляю и свою семью сейчас, да, слава Богу, Саваоф, Он навеки на ум пишет, аминь, аллилуйя, аллилуйя. Господь Саваоф, аминь. Благодарен Богу Святому, и опять, как в этой песне, вот, вспоминается, она не все время вспоминается, в течение дня сегодня вспоминалась эта песня, вот, бывает такое, что вот, как эта песня вспомнится, и потом она вот постоянно вспоминается, вспоминается. Я сегодня немного жарил лепешки, решил, вот, вот, у меня такие, три лепешки такие даже, вот, такие, ну, не знаю, носок это, ну, пахнет вкусно, в общем-то. Наварил такой всякой там каши, жена часто говорит, продукты портишь, ну, попробовал, короче, ладно, пожарю такие лепешки. Вот, на хлебопреломление, короче, вот, у меня сегодня такая лепешка, даже три штуки целых, ну, как вот, буквально как на Песах, вот, на Пасху там, что мы берем, три лепешки, да, берем, да, вот, ну, как бы это, по традиции, на пасхальном обеде, на пасхальный ужин, да, на пасхальный седр, как мы говорим, ну, распорядок определенный ведь существует, да, действительно. Вот, мы берем три лепешки, мацы, три листа мацы, вот, ну, маца, или покупная маца, или выпекаемая там, вот, значит, и это, как бы, три листа мацы, это, как бы, считается споком веков, как бы, так, в еврейской традиции, это наши праотцы Авраам, Исаак, Яков, Авраам, Исаак, Израиль, да, Аллилуйя. Но для нас, новозаветных верующих, евреев, неевреев, для нас это еще указание таинственное на Отца, Сына и Святаго Духа, Аллилуйя, Аллилуйя. Виталий пишет, да, слава Иисусу Христу, на виде слава Богу Святому, Аллилуйя, искупившему нас своей драгоценной кровью, Аминь, Аминь. И сегодня, вот, буду преломлять хлеб, вот, вместе с вами, дамы и господа, братья и сестры, и у меня здесь есть виноградный сок, у меня вот такие самодельные лепешки, которые я, вот, похвастался уже именно, выпекал сегодня. Ну, пока здесь молился, пока здесь прибирался, значит, вот, как раз и поставил эти лепешки, ну, в принципе, вроде как, получилось. Ну, главное, от души, главное, постарался для господа, вот, значит, думаю, вот, попробуй, вот, во имя Господне, испечь, ну, пожарить, пожарить. Вот, насчет духовки не уверен здесь, работает все правильно или нет, но вот, насчет плиты, как бы, сама, все работает нормально. Вот, и пусть Господь благоставит сегодня всех нас. Сейчас, когда с Богом даже лепешки жаришь, это прекрасно вообще, когда с Богом прибираешься в квартире, это прекрасно, с Богом все освещается и превращается даже обычный повседневный труд наш, да, какой-то, какие-то хлопоты домашние, там, что, все превращается в тайное действие, в священное действие, и это прекрасно, друзья, это прекрасно. Даже чай пить с Господом намного приятнее, чем, вот, просто пить чай, допустим. Да, с Богом все приятнее, все прекраснее. Когда приглашаем за стол, Господь, вот, отобедай с нами, попей чайку с нами, вот, благостави нас. Вот, Господь сказал, где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. Конечно, не только, когда мы говорим во имя Твое, во имя Иисуса буквально, да, но когда мы в Иисусе сами и Иисус в нас, то действительно совершается великое таинство, великое тайное этого бытия. Спасибо тебе, Господь. Тогда уже не мы живем, да, а живет Христос в нас. Тогда уже не я живу, а живет во мне Христос. Тогда уже не просто мы, а уже Христос среди нас и есть и будет посреди народа своего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Сегодня перечитывал Евангелие от Иоанна, вот, и в украинском проекладе здесь сообщений много пришло каких-то. Не знаю, что за сообщения еще здесь, надо потом посмотреть. Инночка, да, добрый вечер, Сережа, Аллилуйя, добрый вечер. Инночка, добрый вечер. Благоставляю тебя, благоставляю супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, внуков наших, котов наших благоставляю во имя Иисуса Христа. Здесь у меня птенчик, надо будет фотографию сделать, зато скоро уже оперится и улетит уже. Уже подрос уже птенчик у меня на балконе, я говорил, да, о, слышите, ну, может, плохо слышно, но мне сейчас хорошо слышно. Значит, птенчик, мама с ребенком, одним словом, на балконе приютилась. Когда я приехал в Киев, думаю, что такое, на балконе какая-то живность, какая-то жизнь там кипит. Вот, правда, много неудобств, теперь на балкон я как бы и не выхожу, чтобы не напугать как бы маму с ребенком, значит, там, значит, там, и поэтому даже и не повесишь ничего, белье там. Ну, как-то приходится выкручиваться. Но уже, ладно, они уже постелились, они уже там облюбовали. Мамаша-голубица сплела там, свела там гнездо, будем договориться, оказывается, да, пока мне не было. Балкон там, дверь, ну, створка была открыта, и она там посмотрела, посмотрела, видит, никого в квартире как бы нету, и решила вот устроиться. Там вот она вот, ну, будем так говорить, высадила птенчика своего, вот, и теперь птенчик уже, я приехал, он был совсем еще маленький еще, с фоткой. А я сфоткал еще маленького его еще, там, выставлял в сети. Надо сейчас будет сфоткать его уже большим, уже большой. Кстати, меня он не боится, мама, когда улетает, я так выхожу, так на балкон, так немного, он слушает, я даже пою благоставение даже, значит, да, значит, он слушает, внимательно все слушает, да, молодец. Вот, значит, и в его лице благоставляю весь птичий мир во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот, все дышащее восхваляет Бога, все дышащее восхваляет Господа. Иду по парку, говорю, деревья славьте со мной Господа, ибо он благ, ибо вовек милости, его кустарники, деревья, все славит Господа. Вот, Библия говорит о том, что действительно, вот этого мира, душа, она действительно жаждет Господа. Все в этом мире славит Бога, да, просто по-своему, как бы, мы все это не до конца понимаем, будем так говорить, да, не до конца осознаем. Ну, мы-то и себя-то мало знаем, честно говоря, если по совести, не говоря уже о том, что за, ну, вовне, что. Вот, но Библия рассказывает нам немного о том, что все дышащее, оно действительно славит Господа. Вот, там написано, птенцы ворона, взывающим к нему, написано, да, значит, и он дает пищу им там. То есть, мы идем, допустим, мимо вороньего гнезда, если видели вы воронье гнездо, то понимаете, о чем я, да? Вот, это, это что-то с чем-то, это, это такой шум, которого я, ну, не знаю, ну, мы, ин, помнишь, когда мы в этом приехали в этот, в Душатин, в Брянской области, вот там было гнездо ворона, вот, и там был Бурделев этот вот, Игорек-то, он, он как раз это, сейчас батюшкой он там служит, да? Ну, не там, но вообще, батюшка давно уже, тогда он был совсем еще пацан, еще юный, вот, значит, и он говорил, что, значит, там и, короче, батюшки там боролись с этими вороньими гнездами, и он залезал там, разоряли гнезда, значит, и палками сбивали, значит, там, и стреляли, короче, по этим гнездам, короче, что только не делали, а все равно, вот если ворон облюбовал какое-то гнездо, все, ему уже начхать на все, он там, и, короче, там такой галдеж, мы когда приехали там, и ночью, и днем, там, шум был неимоверный, ну, а уже там уже местные уже говорят, что, и сам Игорек этот Бурделев, он говорил, что, значит, что, батюшка, это вот уже бесполезно, короче, смиритесь, придется вам в таком этом жить, при таком аккомпанементе, вот, а там старинные деревья такие, огромные такие, еще там, ну, при царизме еще выросшие, короче, они при этих, еще там, польских этих шляхтичах, которые там жили, вот, там, усыпальницы, все прочее, и, да, вот, воронье гнездо, это, конечно, что-то с чем-то, кстати, я там тоже, вот, одним словом, ну, тоже было божье чудо, после молитвы эти вороны все взяли, собрались и улетели, и все, и больше не возвращались, и там мы полтора года, сколько там, больше года прожили, значит, и хоть бы что, они не возвращались, вот это тоже было чудо такое от Бога, вот, и, о чем кричат вороны эти, о чем они галдят, там, непонятно нам, да, по-человечески, а Библия говорит нам, что, значит, что они славят Бога, да, они по-своему славят Господа, вот так вот, взывают к нему, к Богу взывают, или там, или, допустим, написано, вот эти вот, эти, как, львы написано, с кимны, да, рыкают, к Богу, молодые львы рыкают, вот, и Бог им дает пищу, да, конечно, ну, да, тоже пищу, вот, там, Господи, там, я не вегетарианец, да, мне что-нибудь там такое сегодня мясное, ну, и Господь говорит, ну, ну, ладно, Левушка, хорошо, он, а смотри, вон, тех антилоп, там, есть одна, там, отбившаяся, оставляющая свое собрание, как бы, ну, короче, разберись, там, и все, пиши, пропало, короче, вот, значит, вот это все дышаще хвалит Господа, или деревья, почему деревья качаются, ну, вот, значит, да, теперь я знаю, Библия раскрывает нам удивительную тайну, что, оказывается, деревья рукоплещут, многие думают, что там, ну, ветер дует, значит, да, значит, там, все, перемещение, да, значит, в природе такое, да, происходит, воздушных этих потоков, но на самом-то деле, это лишь механическое объяснение того, что происходит, а духовное объяснение, истинное объяснение, это деревья, оказывается, тоже рукоплещут, листочки друг от друга стучат, да, значит, там, все, значит, веточки стучат друг от друга, что такое? Это не славит Господа по-своему, славит Бога, вот, так что, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, Славьте Господа, ибо вовек милость Его, славьте Господа, ибо вовек милость Его, Аллилуйя, вот, и растительный, и животный мир, все славит Господа, ну, не так, конечно, идеально, как вот можно себе представить, конечно, тоже грехопадение, отпадение, оно на всем мире сказалось, и вся тварь ныне стинает и мучается, ожидает кровения Сынов Божьих, действительно, вот, и наипаче человеческий род, да, венец творения, последнее в череде вот этих творений на этой земле человек, да, и человек, да, да, славит Господа, да, прославляет Творца, Царя, Царей, Господа Господствующих, Аллилуйя, Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь Вселенной, слава Тебе, Славьте Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его, славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его, Славлю Господа, ибо вовек милость Его, слава Тебе, Господь, слава, слава, слава и хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. И вот из Писания, из Библии, то, с чего начинал, как раз вот этот стих я даже и поставил картинкой для трансляции, Псалом 61, 2-3 стихи, Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более, Аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь. Да, к добрым людям приходит все, шалом, слава нашему, Господу, Арсений пишет, Аллилуйя, благословение вам, Ольга, приветствую вас всех, Вороны приносили, Илье мясо, хлеб, да, Господь, вот, таким образом тоже заботился. Так что, слышал такие тоже свидетельства и в наши дни, вот, ну, там не хлеб и мясо, а золото приносил Ворон, там, вот, значит, И тем самым обеспечивал семью, значит, там, христиан, которые не имели, вот, возможности, к сожалению, там, значит, заработать, так вот, естественным образом, значит, там, и были в нужде, и вот, сверхъестественно, Бог заботился. Вот, значит, так что, Бог благ, вовек милость Его, Марина, Кацанда, А, Володя и Марина, да, приветствую вас, люблю вас, благословляю вас, Аллилуйя, Любиму вас и ваше служение Господу, ведь вас це приемный духовный запах любови, дякую, 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 Аллилуйя. Кстати, вот, я читал, как раз, Слово Божье, сегодня, украинской мовою, вот, Евангелие от Иоанна, читал, вообще, когда читаешь в разных переводах, а тем более в разных, на разных наличиях, на разных языках, да, мовах, то как-то по-своему открывается, как-то по-другому, бывает, приоткрывается это слово. Интересно, что, на самом деле, как бы, духовная истина приоткрывается больше. Вот, слава Богу. Здесь вот есть несколько таких переводов. Когда вы будете во Львове, вот, хороший вопрос. У меня сейчас здесь много работы в Киеве оказалось. Я сейчас готовлюсь к занятиям семинарским, и 9-го, 10-го, 11-го у меня будут занятия. А вот, наверное, уже после 11-го, даст Бог, Господь, усмотри, числа 12-го, наверное, сентября, даст Бог, уже поеду во Львов. Поэтому, молитесь, друзья, молитесь. Особенно хочу Володю и Марину обнять. Хочу вас благословить, и, вот, слава Богу. У Кифа, Кифа, Эсти, вот, значит, Сашко, всех-всех-всех-всех-всех хочу поприветствовать, да, и благословить вас всех, обнять. Вот, слава Господу. Вот, всех, во Львове очень много друзей у меня, вот, очень хорошие христиане. Правда, ну, специфический очень город, и специфические тоже, вот, как бы, и христианство везде специфическое. Вы знаете ли, в Киеве, как бы, одно христианство, как бы, одна специфика, да, во Львове другая. Вот, в Туле, там, третье, там, в Москве, четвертое, там, везде, как бы, в Америке, там, там, в разных тоже городах, даже в разных странах, в разных городах, там, даже, очень разные бывают такие вот, ну, как бы, не знаю, особенности, такие христианства. Вот, сегодня, вот, читал украинскую мову, это, кстати, издание, у меня есть разные переводы, переклад, есть Кулеша, Агиенки, те, еще, такие переводы классические, да, как бы, украинские. А это издание Филарета, по благословению Филарета, 11-го, року Божого, 11-го. Видавничий отдел Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Киев. Аллилуйя. Присвячуется 2000-летию, риздва Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Да, мне очень понравилось это издание, это, и, вот, мелодичность это, вот, не знаю, я читаю, значит, и рассуждаю, и слушаю, вот, потрясающе. Был один недужный, Лазар з Вифанії, села Марія та її сестри Марфи. Марія ж, брат, якою Лазар був недужный, была та, что помазала Господа миром и обтерла ноги его волоссям своїм. Сестри послали сказати Йому, Господи, ось, кого Ти любишь, не здужає, не здужає. Иисус, почувши це, сказав, ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоб через неї прославився Сим Божий. Ісус же, любив Марфу і Марию та її, і се стру її та Лазаря. Так, да, вот, знаєте, історія с воскрешенням Лазаря, она для мене вообще такая сакральна, для мене она просто вообще очень такая личная. Да, Ин, я, вот, я об этом много раз рассказывал, потому что это слово из как раз вот, аллилуйя, слово из этой главы, из этого эпизода, 25 стих. Иисус сказав їй, я є воскресення і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе, аллилуйя, аллилуйя, я є воскресення і життя, аллилуйя, воскресення, життя, воскресенье, жизнь. Я уже с самого 2003 года, уже больше 16 лет, 16,5 лет уже живу этим словом, этим откровением. И молюсь, как православный реформатор, да, тружусь давно уже, с 96-го года, когда вышел из вот такой религиозной, мафиозной, это коррумпирной структуры традиционного православия. И Бог призвал к труду такому реформаторскому, обновленческому, но и тогда, в 96-м, а сейчас и подавно, я понимаю, что невозможно реформации вообще, невозможно. По-человечески невозможно. Но невозможно человеком, знаете ли, возможно Богу, Богу же все возможно. Вот самое удивительное, чем больше понимаешь это и осознаешь, что невозможность по-человечески чего-то, да, просто действительно начинаешь еще больше проникаться вот тем, что Богу же все возможно. Что все возможно Богу и все возможно верующему в Него. Что действительно свершается это чудо. Реформация, я историю преподаю, историю христианства. И, знаете, вот реформация в 16-м веке, взять там Лютера, Кальвина, там, Свингли, там, Аннабаптистов, там, других там этих вот братьев, там, значит, трудящихся тогда вот в 16-м веке. И понимаешь, что я историю изучаю, изучаю историю реформации в том числе. Слава Богу за начавшуюся реформацию, что 5 столетий уже продолжается такая реформация и эпоха Великой Реформации и обновления мирового христианства. Вот была эпоха Великой Деформации до начала 16-го столетия, продолжавшаяся много столетий подряд, да, больше тысячелетия, эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства. Но, по милости Господней, 5 столетий назад началась эпоха Великой Реформации. То бишь, Реформация, то бишь, восстановление, покаяние, исправление, ведроджение, обновление, возрождение. Аллилуйя. Вот, и тогда, 5 столетий назад, когда за просто так там на костер отправляли, вот, вся эта религиозная банда была христианская настолько, вот, просто, ну, будем так говорить, ничего святого. Знаете ли, и недаром Лютер сравнивал Папу Римского и всю эту иерархию с ним заодно, как вот именно слуг Антихриста. Слуг Антихриста и дьявола слуг. Вот, действительно, это и, не знаю, по-человечески скажу так, что Лютер был вообще в такой ситуации, что невозможной ситуации. Вот. Вот, но по милости Господней, вот, человек взялся за труд Божий. Вот, хотя, думаю, прекрасно понимал, взрослый же был человек уже, священник традиционной католической церкви, прекрасно понимал, отдавал себе отчет, что невозможно это вообще делать. Но, невозможное возможно, с Богом все возможно, и Богу действительно все по плечу, все возможно. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Когда мы с Богом, когда мы в Боге пропитываемся Богом, тогда и море по колено, вообще и горы по плечу, и вообще все возможно. Аллилуйя. Вот, и в 96-м, когда Бог призвал к такому труду, православному, реформаторскому, обновленческому, такому, евангельскому труду, то я, конечно же, ну, понимал прекрасно, что это невозможно вообще. Невозможно. И всячески, ну, старался Богу, нет, ну, так корректно, конечно, вежливо, но сказать нет. Но, ха, а Бог говорит, да, да, Сережа, да, надо. И в 2003-м году, вот, когда вот это вот ДТП произошло, вот, и я сбил подростка, школьника, да, значит, старшеклассника, да, значит, на мотоцикле, который выехал там покататься из села своего в другое село. Вот, и Бог, и, во-первых, воскресил этого пацана, во-вторых, очень быстро исцелил его, да, значит, и когда ехали обратно мы в Киев, мы жили тогда на Харьковском, снимали там квартиру, вот, ехали в Киев обратно, вот, а все это происходило здесь, вот, в Украине, в Сумской области, возле города Крылевец все это происходило, и когда мы обратно с Крылевца уже ехали домой, сюда, в Киев, то я слышал громкий голос, Бог говорил, знаете, я не псих, я не слышу голосов, но, может, немного и псих, вообще-то, с Богом, да, это точно. С Богом жизнь, она такая сверхъестественная, вот, и естественно становится сверхъестественная, вот, и Бог заговорил со мной, три раза я слышал громкий голос, одно и то же говоривший мне, он спрашивал меня, ты это видел, а я не мог ничего ответить ему, только там что-то промяблил, что-то пробубнил, что-то даже, ну, позор, вот, где язык, когда он нужен, знаете ли, вот, ну, правда, такой стресс испытать вообще, честно говоря, я и думал, в том дне уже и так вот полно, вот, выше крыши стресса всякого, а здесь еще стресс, громкий голос спрашивает меня, и там, дураку ясно, это Бог говорит, потому что он так громко, и вообще, кстати, жена моя, Инна, ты не слышал ничего, оказывается, потом я спрашивал жену свою, она говорит, ничего не слышала, вот так, но зато кое-что видела, видела ангела, а я не видел ничего, вот, смотрел на дорогу и ничего не видел, перед нами как-то шел, человек там светлый, вот, одним словом, вот, он спрашивал меня три раза одно и то же, видел ли я это, но я ничего не мог ему ответить, что-то, что-то промяблило такое, вроде как, да, Господи, и все, вот, и когда третий раз у меня спросил, видел ли я это, да, спросил меня, тот же самый голос так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью, и все, и откуда пришел, куда ушел, ни до того, ни после того, я ничего подобного даже близко не слышал, вот, не, ну, бывало много раз, как у любого нормального верующего, когда вот мысль такая, как бы голос, мысль непонятная, ты понимаешь, что это тихо, это как будто мысль твоя, но это не твоя мысль явная, что-то Бог говорит, бывает у каждого верующего нормально такое состояние, у меня тоже много раз такое бывало, и бывает, но, единственный раз в жизни, когда это было голосом, ушами своими слышал громким голосом, вот, и, честно говоря, стресс, который испытал я тогда, вот, он до сих пор, больше 16 лет прошло, я до сих пор еще помню тот стресс, вот, тот шок, знаете ли, и, честно говоря, не очень хотелось бы еще раз слышать голос его, потому что это, ну, сразу несколько лет жизни точно списывается, потому что это настолько, вот, все, просто, ты весь полностью трансформируешься, будем так говорить, вот так вот, трансформеры, да, вот, а, и к чему я это рассказал-то, что, значит, после того, как этот голос проговорил, вот это место из Писания, Иоанна 11, 25, да, вот это место из Писания, слова Иисуса Христа, они сами с собой стали вспоминаться, это не было голосом, это была моя мысль, но это было настолько удивительно, одно и то же, десятки раз, долго мы ехали, еще больше часа мы ехали, и одно и то же, вспоминалось, я есим воскресенье, десятки раз одно и то же, еду, я с рулем, да, значит, и внутри, это мысль, одна и та же, я не могу ни о чем другом думать, я захвачен был этой мыслью, я есим воскресенье, я есим воскресенье, я есим воскресенье, десятки раз одно и то же, одно и то же, но это прекрасно, удивительно, одна и та же мысль, я не могу ни о чем другом думать, я захвачен этой мыслью, а потом еду дальше, и мысль продолжается, я есим воскресенье и жизнь, воскресенье и жизнь, я есим воскресенье и жизнь, тоже, десятки раз одно и то же, вспоминалось мне, одно и то же, крутилось в моей голове, а потом там кипти есть, вот эти вот, поворот есть такой, Черниковская трасса прямая, вот как раз прям сюда идет, вот, значит, то, этот поворот, эти кипти мне запомнились на всю жизнь, Сколько раз я проезжал после этого, мимо тех киптей, и все вспоминал то, что произошло там. Дело в том, что когда съезжал я на трассу, на этом повороте кипти, на трассу уже на Киев прямая дорога, то мысль продолжилась вот таким образом. Именно вот когда съезжал, я даже запомнил вот этот момент потрясающий. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Я понимаю, что в переводе синодальном и в других переводах, которые я знаю, допустим, нет этого, вот этого даже если. Но мысль была именно такая вот. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет. Я был настолько удивлен, настолько восхищен вообще. И потом, пока до самого Киева, пока мы только в Киев ехали, вот, эта мысль прекратилась. Одно и то же, одно и то же вспоминалось. Я есть им воскресение и жизнь. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Верующий в меня, оживет. Аллилуйя. Одно и то же вспоминалось. И вот уже больше 16 лет прошло, я до сих пор живу этим откровением, этой Рэмой. И понимаю, что по-человечески невозможна реформация. Ну, невозможна человеком, возможно Богу. И вот этот псалом, с которым начинал я, 61-й псалом, там вот эти слова такие. А, вот Ольга написала еще. Труд ваш не тщет перед Господом, когда нам не хватает терпения. Включаем долго терпение. Аминь, сестра. Да, это правда. Долго терпение. Просто переключаем скорость. 61-й псалом, вот читаю. То есть, то, с чего начинал я сегодняшнюю трансляцию. И картинку для трансляции сегодняшней, как раз именно с этим местным писанием поставил я. 61-й псалом, со 2-го стиха. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя. Спасение мое. Убежище мое. Не поколеблюсь более. Не поколеблюсь более. Это прям настолько вот цепляет. Не поколеблюсь более. А дальше Он пишет, значит, да, Давид, апсалом-то, Давид пишет. Да коли вы будете налегать на человека, вы будете незринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся, они задумали свернуть его с высоты. Прибегли ко лжи, уста благоставляют, а в сердце своим клянут. Только в Боге успокаивайся. Опять Он обращается уже, да, душа моя. Ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя. И спасение мое. Убежище мое. Не поколеблюсь. В Боге спасение мое. И слава моя. Крепость силы моей. И упование мое. На Бога. Народ. Он обращается, Давид, к себе, к своей душе, да. А здесь уже не выдержал, уже кричит. Народ, говорит. Надейся на Него во всякое время. И сливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. То есть, Он вот свой опыт, да, и Он делится этим опытом со всеми уже людьми. Со всем народ, говорит. Народ, слушайте. Надейся на Него во всякое время. И сливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. И каждому из нас в отдельности. И всем нам прибежище. Аллилуйя. Сыны человеческие, пишет он дальше, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Ноль. Ноль. Легче пустоты. Не надейтесь на грабительство. И не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость. Ибо Ты воздаешь каждому по делам его. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. О, славьте, Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славьте, Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю, Господа, мой Бог благ, ибо вовек милость Его. Истесно, Ты возвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Аллилуйя. Истесно, Ты возвал я Господу, и Он услышал, Бог услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славьте, Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю, Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Я уповаю на Тебя, Господь, ни на человека, ни на себя, ни на кого, на Тебя только, Боже всемогущий, и Тебе лишь славу воздаю, Господь, Аллилуйя. Благодарю Тебя за этот вечер, завершение еще одного дня и начало нового дня, Господь, слава Тебе. Благодарю Тебя, Святой Израилев, благодарю Тебя, благоставляю великое имя Твое. Ты действительно есть, как сказано в Слове Твоем, воскресение и жизнь. Воскресенье и життя, воскресенье и життя, Аллилуйя, воскресенье и жизнь, Ты есть наше воскресенье и жизнь наша, Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Ты есть мое воскресенье и моя жизнь, Господь, слава Тебе, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь. Братья, сестры, благословляю всех вас, возлюбленные, друзья, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Представьте, да, вот Лазарь во гробе, Марфа, Мария плачут, сестры плачут, к ним пришли друзья из Иерусалима, они плачут. Уже четвертый день, и они все плакали и плакали. Боль, потери, раны внутри глубокие, которые кровоточили. Марфа, почувши, что идет Иисус, вышла на зустріч ему. Мария ж сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, Аллилуйя. И как бы ты был тут, не помер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что, когда ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Аллилуйя. Марфа, да, ей больно, она плачет, она пришла, но она не разочаровалась в Господе. Она сказала, что да, я даже и сейчас все равно, если ты был бы здесь, этого не было бы, да. Но даже и сейчас я знаю, чего ты попросишь у Бога, Бог тебе даст. Опять-таки, да, вот Марфа, да, вот Бог, вот Иисус, Иисус Бог, Иисус Бог. Вот для нее это еще пока, ну, очень большая дистанция, будем так говорить, между Иисусом и Богом. Вот, как и для других иудеев, хотя они были друзьями. Иисус любил Марфу, любил Марию, любил Лазаря. Это была семья, которую он любил. Ну, понятно, он всех любил, но были, ну, всегда есть те, кого ты всегда любишь как-то больше, как-то, да, выделяешь больше. Иисус их выделял больше всегда, любил их больше. Вот, казалось бы, да, значит, они наверняка видели многие чудеса, там, слышали проповеди какие-то Иисуса, любили Его. Но, понимаете ли, за вот этим внешним, что они любили, да, Иисуса как человека, они не видели в Нем Бога. Вот в чем трагедия. Самые близкие, родные люди, которых Иисус любил, и они не знали Его как Бога. Они знали Его как человека, доброго, хорошего, да, верующего, богобоязненного, да, значит, иудея. Да, молитвенника, да, пророка, да, чудотворца, да, но человека, они не видели в Нем самой сути, сущности. Вот в чем трагедия-то, этой 11 главы, как раз трагедии Лазаря, Марфы, Марии. Вот, люди близкие, любящие, казалось бы, да, но не знающие самой сути. Поро люди, далеко находящиеся, не видящие в лицо Иисуса, но больше верили Ему, да, вот, и вот удивительно история. Братья, сестры, помните, да, я говорил об этом не раз уже, тоже, и кто смотрел мои проповеди прежние, что почему Иисус, видите, получил известие, да, получив известие, что Лазарь болен и смертельно болен, он еще оставался там на месте, да, в Иудеи не шел еще, и ждал в четвертый день, пока, прежде чем появиться там на месте, в том селе. Почему он ждал в четвертый день? Потому что иудеи верили, и в древности, да и сейчас тоже, во всех направлениях иудаизма, в принципе, эта вера, больше или меньше она существует по-прежнему, как и в наши дни, но в древности это было наипаче, конечно, что в первых три дня только лишь возможно воскрешение, воскресение, воскрешение из мертвых. И после третьего дня ни в одной из школ иудаизма тогдашнего, да и сейчасшнего, вам сказали бы, невозможно воскрешение. Ну, возможно, в то время, допустим, фарисейская, да, очень популярная такая в народе божьем фарисейская фракция, там, учение, школа, да, направление, они верили в воскресение мертвых, но в последний день, как вот Марфа и Мария, они это говорили, они выразили, видимо, и Марфа, и Мария, и Лазарь, видимо, были сторонниками этой школы фарисеев как раз, возможно, они и были фарисеями, то есть, в таком смысле, что придерживались их учения. Вот, поэтому они выразили это учение, безусловно, конечно, да, слава Богу за фарисеев, что, ну, они верили правдиво в этом отношении, правильно, будет всеобщее воскрешение. Но они кое-что не учли, вот, что здесь Иисус раскрывает здесь самого себя, он раскрывает постепенно, вот эти карты, как бы, раскрывает самого себя, ну, карта это, грубо говоря, но вот, раскрывает тайны, свои тайны, он раскрывает то, что скрыто было для людей. И вот в 11 главе Иоанна это очень четко, он раскрывает божество свое, потому что, воскресив Лазаря, своего друга, в четвертый день, он уже, ха, перечеркнул всю теологию. По швам трещала вся иудейская теология, вся религиозная теология трещала по швам. Это невозможное, но оно возможным стало. Он пришел и воскресил уже смирнящего друга своего в четвертый день. Если бы он пришел бы в первых три дня и воскресил бы Лазаря, то он дал бы все основания сказать, да, дал бы основания сказать и Марфе, и Марии, и всем там иерусалимлянам, что да, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Помните, да, как Никодим говорил, он не только за себя сказал, но и за некоторых там еще учителей, видимо, расписался тоже. Мы, говорит, знаем, не мы в смысле Николай Второй, а в смысле мы, то есть группа людей, видимо, религиозных, набожных, разных там, может быть, школ даже, иудаизма. Но мы знаем, что ты от Бога точно, потому что таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Это точно, ты точно от Бога. Но Иисус и Никодиму испортил жизнь вот этими дальше вопросами и своими этими изречениями. Поправил ему мозги очень серьезно. Реформация такая была, Никодимовская, да, слава Богу. А здесь реформация Марфы, Марии и многих других жителей Иерусалима и того села, где это чудо произошло. Вот, слава Богу, свершается. Да и сейчас свершается. Потому что много очень христиан, которые на земле, и тогда было, и сейчас, которые не верят в божество Иисуса. Хотя даже те, кто и говорят, что верят, но на самом деле умственное согласие с тем, что с догматом отроется, с догматом о божественности Христа, ничего не значит на самом деле. Я это из практики знаю, потому что за уже больше, чем 30-летнего стаж своего служения, священнослужения как православного священнослужителя, я убедился в том, поверьте, убедился в том, что умственное согласие с догматами ничего не значит абсолютно. На поверке, когда начинаешь именно душепастерство, да, попечение, понимаешь, что человек, он вроде в догматике, да, согласен с догматом церкви, допустим, да, нашей, но на самом деле он не понимает это внутри, глубоко внутри, в сердце своем не понимает этого. Потому что без откровения свыше это невозможно. Умственное лишь согласие с догматами можно весь катехизис научить, выучить, как вот наизусть, но ничего не понимать там, на самом деле, не принимать внутри сердца свое. Это как вот катехизис сдавали мы, значит, в семинарии, в 87-88 год как раз приезжал, и один из предметов был как раз катехизис. Приезжал на лекции так вот, ну, я приезжал в Москву, в Загорск, а иногда в Ленинград приезжал тоже, ну, и за красками, за кистями, и вот как раз попадал туда, в Александроневскую лавру, туда в семинарию. И самый такой, ну, для меня был, ну, неприятный предмет, как раз катехизис, как раз, потому что там требовалась просто тупая зубрежка, вот реально тупая зубрежка, слово в слово, а тебя не требовалось, знаете, как вот марсистско-ленинская философия в то время сдавалась, а тебя не требовалось понимания, а тебя не требовалось веры в это, абсолютно, потому что в 80-е годы уже в коммунизм никто не верил, уже абсолютно, уже все, ну, кроме отдельных фанатиков там. Вот, значит, и требовалась лишь тупая зубрежка, чтобы от зубов отскакивала, чтобы, значит, ты, значит, все это выложил, я марсистско-ленинскую философию сдавал на 5 с плюсом, потому что там, значит, надо было просто говорить, все. И вот катехизис был такой же, для меня просто тупой, простите, предмет такой, когда нужно было просто тупая зубрежка, все. Вот, значит, и я понимаю, что сегодня, я понимаю это очень четко, спустя уже больше, чем 30 лет своего служения, священнослужения, как церковнослужитель, я понимаю, что есть умственное понимание догмата, да, а есть внутреннее понимание, откровение, есть рема Божья. И вот здесь Логос, Иисус Логос, ставший ремой, становящийся ремой, весь Новый Завет, по сути, все Евангелие, это как раз это тайна. Вначале был Логос, в конце уже не Логос, уже все, с Логосом покончено, уже рема Божья, рема Божья. И то, и то слово, и рема, и логос переводятся по-русски как слово, но совершенно различное качество этого слова, поэтому Иисус уже не Логос, он уже рема Божья. И вот особенно для меня поворотным таким моментом является как раз 11 глава Иоанна. Ну ладно, я извиняюсь, а то уже начал проповедовать, у нас вечерний эфир, это не тема, это не для проповедей, ну просто вот так вот, ну наболело будем договорить, хочу поделиться. Ладно, и вот, значит, читаем о Марфе и Марии. Аллилуйя. Не знаю, я перечитывал сегодня несколько раз эту историю и на русском, и на украинском, и не знаю, просто плакал, просто, потому что Марфа, Мария, Лазарь, вот эта семья, и смерть эта, болезнь, смерть, потом воскресенье, и самое главное, откровенность. Откровение, откровение, Иисус есть Бог. Эти слова даже сказать порой сложно, язык порой не поворачивается, знаете, здесь много проповедников, значит, вот возле метро, здесь Лесова, допустим, Черниговская тоже, возле меня две станции метро, я живу между двумя станциями метро здесь на Киото, парк Киото, вот здесь под окнами, вот, значит, прекрасное место для прогулок, молитв таких, вот молитвенный мой парк такой, Киото. Поэтому, кстати, если вы в Киеве, завтра приходите, помолимся вместе в парке, как раз пройдемся, прогуляемся, помолимся. Вот, я с шести до семи здесь в трансляции, а с семи уже в парке на молитве такой, от Черниговской до Лесовой туда-сюда прогуливаюсь, молюсь, вот, вместе с птицами, с деревьями, со всеми, славлю Господа, ибо он благ. Иногда верующие попадаются, писятники, свидетели Иговы, баптисты, адвентисты, православные, католики, кого только не встречаешь, что-то вообще, здесь столько верующих разных вообще. Вот, мне чем Киев нравится, просто обожаю Киев, здесь верующих, ну, просто, ну, наверное, огромное, настолько в процентном отношении количество, что, ну, диву даешься, слава Богу. Особенно после, вот, как с Россией приедешь, контраст потрясающий просто вообще. Вот, и я верю, что еще больше будет здесь пробуждения. Но даже общаясь с разными верующими, понимая, что, во-первых, догматично не все принимают, что Иисус есть Бог, да, но, во-вторых, самое главное, внутреннее вот это принятие. Знаете, интересно, есть люди, я встречал таких, которые догматично не принимают Иисуса как Бога, но внутренно уже имеют об этом свидетельство, уже имеют об этом свидетельство, внутренне, даже сами боясь в этом признаться, потому что Логос становится Рэмой в их жизни. Вот, и, с другой стороны, я знаю много очень христиан, которые умственно признают Иисуса Богом, но внутренно не имеют об этом вообще никакого понимания, никакого откровения. Вот, слушаем, ситуация с Марфой Марии. Ой-ой-ой, тоді Марфа сказала Иисусові, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але, и теперь знаю, что коли чого ти попросишь у Бога, даст тобі Бог. Иисус говорит ей, воскресне брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскресне при воскресенье в останний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь, кто верит в меня, если и умеет, оживе. Аллилуйя. Если и умеет, оживе и каждый, кто живет и верит в меня, не умеет по веку. Чи веришь в этом? Вона говорит ему, так, Господи, я верю, что ти Христос, Син Божий, який гряде у світ. Сказавши так, пішла и покликала Марію, сестру свою, нишком, кажучи, учитель тут и кличе тебе. Вона, как только почула, поспешно встала и пошла до него. Иисус же, знаете, вот разные люди, да, вот и Марфа, и Мария, сёстры, но совершенно разные, совершенно разные типажи. Две разные женщины совершенно. Вот, они знали, что, да, Иисус пришёл, Мария сидела, продолжала сидеть. Она услышала тоже, что Иисус пришёл, но, а Марф вскочил и побежала, допустим, да. Разная реакция совершенно у этих женщин. Вот, Мария говорит одно, значит, да, как бы, две девчонки, говорится, но совершенно различные вообще. Вот, и, но когда пришла Марфа уже и сказал, что Иисус, учитель тебя зовёт, вот тогда она встала и пошла. И вот у неё то же самое, что у Марфы было, да, то же самое внутри, в сердце. Иисус же, Иисус ещё не входил в село, но был на том месте, где его встретила Марфа. Людей, которые были с ней в доме, и втешали её, когда увидели, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, гадая, что она пошла до гроба плакать там. Мария ж, пришёвши туды, добув Иисус, та побачивши Його, впала до них Його. Аллилуйя. Даже встреча с Иисусом различна. Марфа просто говорила с Иисусом, да, а Мария пришла и увидела, и упала. Аллилуйя. Впала до них Його и сказала Йому, Господи, якщо ти був тут, не помер би, брат мій. Иисус, когда увидел, что она плачет, и плачет людей, которые пришли с ней, сам уболював духом и взорвавшився, и сказал, где вы поклали Його? Кажут Йому, Господи, пойди и подивись. Заплакав Иисус. Тоді юдеи говорили, дивись, як Він любив Його, а деякі з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Ісус же знову, пройнявшись жалем, приходить до гробу, то була печера, і камень лежав на ній. Ісус говорить, візьміть камень, візьміть камень. Сестра померлого Марфа говорить Йому, Господи, вже смердить, бо чотири дні, як Він у гробі. Ісус говорить їй, чи не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі до неба і сказав, Отче, хвалу тобі воздаю, що ти почув мене. Я і знав, що ти завжди почуєш мене, Але сказав це для народу, який стоїть тут, щоб повірили, що ти послав мене. Сказавши це, Він голосно промовив. Лазарю, вийди геть! А не нюя. І вийшов померлий, оповитий по руках і ногах, поховальними пеленами. І обличчя Його обв'язано було хусткою. Ісус говорить їм, розв'яжіть Його, нехай йде. Тоді багато з юдеів, які прийшли до Марії і бачили, що створив Ісус, увірували в Нього. Аллилуя! Аллилуя! Братья і сістрі, Господь Благой, Он воскресив Лазаря в четвертый день, і вже невозможно було його іудеям. Независимо від їх богословських школ, направлений, фарисеї, саддукеї, іесеї, хто би не були б. Уже невозможно було нікому із іудеів сказати, що це пророк. Нет. Це с нами Бог. Бог посреді нас. Царство Божье, пришедше в силі. Еммануэль. Етануэль. А потім і Еммануэль. С нами Бог і внутрі нас сущий Бог. Спасиба Тебе, Господь. Спасиба, спасиба, спасиба. Благодарю вас, братья і сістрі, теж за внимание і за молитву вашу. Пусть Бог благоставить вас. Принимайте причастия, возлюбленные, сейчас. Принимайте Евхаристию. Я сейчас буду причащаться тоже. Вот. І можна даже мести преломимо хлеб. Самое главное, чтобы сейчас принимаем мы ли с кем-то, или один на один с Господом, чтобы мы принимали, рассуждая о теле крови Христа. Он действительно есть воскресенье и жизнь наша. Он действительно есть чудо Божье, явленное этому миру. Эммануэль, Бог в нас. О, спасибо Тебе, Господь. Ты есть воскресенье и жизнь наша. Ты есть воскресенье и жизнь наша. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благодарю Тебя за все. Благодарю. За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Спасибо, спасибо. Пресчастливую Ты есть воскресенье и жизнь. Благодарю Тебя, мой Бог, Отец мой, Ана, Отче. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Благодарю, о Дух Святой, За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Благодарю, Благодарю, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю Тебя за все. Благодарю, мой Бог Святой. За все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю. И за все благодарю. За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, За победу Твою, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю.